Святая земля Туркестана придаст сил и уверенности. В этом у нового президента Казахстана нет никаких сомнений. Касымжом Артукаев призывает госслужащих не просиживать штаны или создавать вид бурной деятельности, а чаще встречаться с людьми. Ежегодные отчетные встречи – это обман с народом. Нужно работать каждый день. Надо усилить борьбу с коррупцией. Главная цель министерств, акимов разных уровней, полиции, прокуратуры и судов, защита прав граждан – это их конституционная обязанность и гражданский долг. Если поступят жалобы на руководителей центральных и местных органов, все они будут наказаны. Касымжом Артукаев резко высказался и в адрес иждивенцев. Жить на одни пособия и все время просить государства о помощи – непозволительная роскошь. «Нельзя поощрять социальные иждивенчества среди тех, кто не стремится найти работу. На пособия жить нельзя. Пособия – это помощь, а не зарплата. Государство будет поддерживать социально уязвимых. Все остальные должны работать». Зашел разговор и о необходимости экономить государственный бюджет. «Нужно экономить государственный бюджет, направлять эти средства только на развитие государства и в целях его безопасности. Главные международные форумы уже проведены. Польза от них большая. Особо надо подчеркнуть экспам. Это было мероприятие мирового уровня. Но теперь надо резко сократить расходы на имиджевые мероприятия в центре и в регионах. Это мое прямое поручение правительству и Акимам. Надо прекратить расточительство». После Туркестана прямиком в Шымкент. Президент страны ознакомился с постройкой местной цитадели, которую Аким города Габидулла Абтрахимов сравнил с римским колизеем. «Мы полагаем, что цитадель для Шымкента будет как колизей для Рима. Там не исторически интересные артефакты есть. Здесь обнаружили монеты, которым более 2200 лет. Исходя из этого, ученые предположили, что Шымкенту более 2200 лет мы соответствующее досье направили в ЮНЕСКО, чтобы включили список всемирного наследия. Они приняли нашу досье». В ходе визита Аким Шымкента знакомил главу с одним из крупных проектов Шымкент-сити. Такаев поинтересовался у главы города, когда строительство проекта завершится. Абтрахимов сообщил, что это произойдет ориентировочно через пять лет. После Тукаевы представили макет нового аэропорта и микрорайона Туран. К слову, новый микрорайон строится на окраине третьего мегаполиса.